Далее в нашем сюжете. История Натальи. Она чуть не погибла во время оккупации. Я не эвакуировалась вместе с дочерью и зятем в Мукачево, осталась дома. И был однажды день, когда русский солдат стал рваться в мои двери. Я была страшно напугана, потому что дверь была ненадежной, и он очень мощно стучался. Мне казалось, что он вырвет просто ручку. Я потихоньку подошла к двери, и потом в мою дверь я услышала эвакуация, услышала какие-то крики. Я заглянула в глазок, был человек в черном. В то время уже писали о том, что ходят, собирают людей. Говорят, что эвакуация, а не открывайте двери. То есть было предупреждено, мы были. И русские уже были в городе. Рвались в дверь так сильно, что мне казалось, что выдернут. Я держалась за ручку дверную и упиралась ногами в дверной косяк. Потом я притащила с балкона стремянку и заблокировала дверь. Просунула стремянку под ручку. Я была сильно напугана и готова была просочиться сквозь щели в полу. Я пряталась за стиральной машинкой. Дальше позвонила моя дочь. Я стала говорить ей, что я напугана, что ко мне рвутся в дверь. Она говорит, мама, тебе надо убежать, тебе нужно выходить. И шаги стихли. Они рвались во все двери. Прошло часа три, прежде чем я вышла. Волонтер согласился меня перевезти в, как говорят, более безопасное место. Это было село Пылыповичи. Но из Пылыповичи, когда я туда попала, в реабилитационный христианский центр, из окна этого центра я видела, как идут русские танки. Я насчитала 9 танков. Повару, который был в репцентре, ему предложили занять место волонтера. И он сказал мне, пойдешь ли ты со мной? Я с радостью согласилась. Шли разбомбленной бородянкой и наткнулись на автоматчиков русских, которые охраняли дорогу. А мы вот к дороге как раз и выходили. Мы подняли руки вверх, стали говорить, что мы мирные жители, что у нас нет оружия, разрешите пройти. Вот, нам разрешили. В селе Пыскивка мы переночевали в убежище. Там просто было подвальное помещение больницы. Спали на больничных дверях. Молодые и старые грудные дети и подростки. Все были беженцы из Бородянки. Мы пошли к Радомышлю. Пероборона помогла нам. Нас посадили и завезли туда машиной попутной. Но когда мой попутчик вышел, меня тоже попросили выйти из машины. Никто не хотел связываться и все боялись. Я снова шла пешком. Позвонила моя дочь. Я говорю, я не знаю, куда идти. Я на крайнюю Радомышлю. И она дала телефон церкви Радомышской, где меня смогли накормили, обогрели. И приехал мой свал, подвез меня в Житомир. После этого был Новоград-Волынский. И, наконец, Мукачево, где я смогла обнять свою замечательную дочь.